Бытует народное мнение, что большинство украинских политиков полностью оторваны от жизненных реалий. Народный депутат Украины Александр Пеклушенко уверен, рабочие поездки в сёла и общение с их жителями идёт на пользу политикам. За последнее время он посетил несколько районов Запорожской области, где проводил приёмы граждан. Подробнее в сюжете Максима Хрименко. В селе Трудовое Александра Пеклушенко знают не понаслышке. После прошлого визита народного депутата местная школа по государственной программе получила предметную помощь. Вот этот школьный автобус. Правда, его водитель Александр Иванченко сетует, что автобус больше предназначен для летних перевозок. Зимой в его салоне довольно прохладно. И хоть Дариному коню в зубы не смотрят, но тем не менее. Есть всё равно над чем работать. Это школьный автобус, и ему нужно придать особое значение и специфику. И особенно, я понял, это узкое место, тепло, да? Да, да. И у него вот тут стоят три печки. Ну, именно сам двигатель, он не набирает температуры. Приём граждан Александр Пеклушенко проводил в местном сельсовете. Сомнений в широком диапазоне проблем, с которыми к нему придут люди, у него не было. Такие поездки, они всегда для меня очень ценные, они полезные. Они заряжают энергией, они заряжают злостью, злостью на отдельных чиновников и на отдельных бюрократов. И это очень серьёзно помогает мне в работе. Мать троих детей, Татьяна Усова, обратилась к депутату как в последнюю инстанцию. У новорожденного ребёнка гепатит, денег на лекарства нет. Это как раз тот случай, когда необходимо было оказывать адресную помощь. Значит, вы сейчас выйдете, Лида Ивановна перепишет всё необходимое, что вам там из лекарств нужно, все данные, где находится ребёнок. Я свяжусь с главным врачом областной больницы и попрошу, чтобы он максимально этот вопрос решил. В целом, главный вопрос, задаваемый народному депутату жителями сёл Трудовое и Софиевка, звучал коротко и ясно. Вот как нам жить? Круг основных проблем всё тот же. Высокие цены на топливо, низкие пенсии, практически нулевые социальные стандарты. Пошла, хлебинку взяла, только могу взять 200 грамм и всё. Бо мне надо уголь купить. Вугля я купить 4 тонни. И всё. Півпенсии уже нет. А за год 8 тысяч пенсий. Что это за пенсия? Ті, хто і господарство встановляв, і державу держав на ногах, і переносив страшні муки в час голоду, в час війни. А тепер нас кидають десь хто зна куди. У безодню. Александр Пиклушенко пообещал, что уже в течение этого года минимальная пенсия будет увеличена. А заодно извинился за всех украинских политиков. Будем делать всё, чтобы хотя бы в этом году довести пенсию, ну не буду называть цифру, но увеличить. Вот это задача правительства, эту задачу президент озвучил. Я могу только сказать две вещи. Во-первых, извините за ту жизнь, которую мы, политики, вам сделали. Во-вторых, спасибо за то, что вы пришли. Александр Пиклушенко уверен, что такие рабочие поездки действуют на политиков отрезвляюще. Другое дело, что немногие из получивших место в Верховной Раде рискуют выбираться в сельскую местность. Нужно, конечно же, ходить по земле. Нужно знать, видеть и чувствовать, что вокруг тебя живут такие же люди, только с меньшими пенсиями и зарплатами и с большими проблемами. И я просто хочу посоветовать всем своим коллегам, я хочу посоветовать всем чиновникам сделать всё, чтобы выполнить программу президента борьбы с бедностью. Страшнее врага, чем бедность, сегодня в Украине нет. Следующий приём граждан Александр Пиклушенко провёл в сёлах Гуляйпольского района. Также на очереди поездка в Кушугум, где народный депутат надеется на реализацию одного из своих проектов. Строительство в Кушугуме новой больницы.